В Заинске состоялось заседание Координационного совета по охране труда. В повестку дня были включены вопросы подведения итогов работы Координационного совета и утверждения плана работы на 2023 год, а также соблюдение законодательства в сфере охраны труда, охраны труда и техники безопасности на предприятиях. С докладами выступили представители крупных предприятий города. На этой неделе состоялось заседание Санитарно-эпидемиологической комиссии, ввел в совещании председателя комиссии Миль Галеев. Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ренат Насыбуллин выступил с докладом о заболеваемости на территории района геморрагической лихорадкой. В 2022 году отмечен рост заболеваемости. Если в 2021 году был выявлен один случай, то в 2022 уже 17. Было акцентировано внимание на мерах профилактики. Наступивший 2023 год объявлен годом педагога и наставника президентом России Владимиром Путиным. Старт года педагога и наставника в Республике Татарстан 14 февраля дал РАИС Республики Рустам Миниханов. Торжественное мероприятие состояло в здании Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Руководство Заинского района вместе с педагогическим сообществом мероприятие приняло участие в онлайн-формате. В Заинске состояло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где были обсуждены причины роста числа пожаров. С начала года на территории района произошло 8 возгораний. Зам. начальника отдела надзорной деятельности Айдар Хабибуллин отметил, что в целях стабилизации сложившейся обстановки необходимо активизировать внимание на операции «Жилище-2023», в ходе которой будет проводиться проверка жилого сектора на соблюдении правил пожарной безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова